И начинаем с новых подробностей поездки Владимира Путина на архипелаг земля Франца Иосифа. Напомню, на самой северной российской территории президент побывал вместе с премьером Дмитрием Медведевым и министром обороны Сергеем Шойгу. Там глава государства посетил базу вооруженных сил, которая размещена на одном из островов. Об уникальном военном объекте далеко за полярным кругом. Репортаж нашего обозревателя Павла Зарубина. Военная база на земле Франца Иосифа — безусловная гордость российских вооруженных сил. Здесь, в условиях, когда на улице порой находиться тяжело из-за мороза даже 10 минут, построен сверхсовременный комплекс, удобный для жизни, надёжный для службы. Его называют арктическим трелистником на суровой земле, где на многие сотни километров ни одного поселения — самое северное капитальное здание в мире, принадлежащее России. Его видно даже из космоса. Флаг Российской Федерации, Артемий. Многое здесь сверхсекретно. Потому лишь несколько минут видел, как трелистник посещали президент, премьер и министр обороны. Двойные снег, двойные, да. Полотенце-сушитель, раковина. Сами видите, краников у них нет, чтобы воду экономить. Всё на автомате работает, всё же подключено. Комплекс стоит на многометровых сваях. Благодаря этому здание никогда не заметает снегом. Даже во время самых сильных бурь снег выметает насквозь. 150 военных здесь могут совершенно автономно жить и работать минимум полтора года. Вода и снега, круглосуточное, бесперебойное энергоснабжение, российское телевидение, свой тренажёрный зал. Если вдруг кто-то заболеет, здесь же своя санчасть. Все палаты со своими санузами. Его строили несколько лет подряд. И полярным днём, и полярной ночью. Минус 40. Белые медведи — частые гости. Причём в тяжелейших условиях Арктики это далеко не единственная российская военная база. А ведь ещё 15 лет назад казалось, что Россия ушла отсюда навсегда. Развёртывание береговых ракетных комплексов «Бастион» во взаимодействии с поступающими на флот современными кораблями, подводными лодками, вооружёнными комплексом «Калибр Ионикс» позволит создать зону ограничения и воспрещения доступа во всех арктических морях Российской Федерации. Министерство обороны, Федеральная служба безопасности, её пограничные составляющие должны реализовать свои планы для обеспечения национальных интересов с точки зрения обеспечения обороноспособности страны. Ну и защиты наших интересов в Арктике. Сегодня на заседании коллегии Минобороны Сергей Шойгу подчеркнул, что все военные объекты в Арктике будут готовы чётко по плану. То, что мы должны завершить всю эту работу к 2020 году, в этом, надеюсь, ни у кого сомнений нет. Во всяком случае, и наши финансовые возможности, и планы по нашей стране гарантированно обеспечивают создание инфраструктуры на севере. Особое внимание Карптики сегодня предопределяет стабильное экономическое развитие всей России в будущем. Здесь подавляющая доля общероссийских и общемировых запасов полезных ископаемых. Павел Зарубин, Александр Медведев и Наталья Губина. Вести. Подавляемые подводными лодками, вооружённые комплексом «Калибр Ионикс», позволят создать зону ограничения и воспрещения доступа во всех арктических морях Российской Федерации. Министерство обороны, Федеральная служба безопасности, её пограничная составляющая, должны реализовать свои планы для обеспечения национальных интересов с точки зрения обеспечения обороноспособности страны. Ну и защиты наших интересов в Арктике. И начинаем с новых подробностей поездки Владимира Путина на архипелаг земля Франца Иосифа. Напомню, на самой северной российской территории президент побывал вместе с премьером Дмитрием Медведевым и министром обороны Сергеем Шойгу. Там глава государства посетил базу вооружённых сил, которая размещена на одном из островов. Об уникальном военном объекте далеко за Полярным кругом. Репортаж нашего обозревателя Павла Зарубина. Военная база на земле Франца Иосифа – безусловная гордость российских вооружённых сил. Снег посещали президент, премьер и министр обороны. Двойные, сникло, вот эти двойные, да. Полотенце-сушитель, раковина. Сами видите, кран никаких нет, чтобы воду экономить. Всё на автомате работает, всё же подключено. Комплекс стоит на многометровых сваях. Благодаря этому здание никогда не заметает снегом. Даже во время самых сильных бурь снег выметает насквозь. 150 военных здесь могут совершенно автономно жить и работать минимум полтора года. Вода и снега – круглосуточная, бесперебойная энергосновка. Здесь, в условиях, когда на улице порой находиться тяжело из-за мороза даже 10 минут, построен сверхсовременный комплекс, удобный для жизни, надёжный для службы. Его называют арктическим трелистником на суровой земле, где на многие сотни километров ни одного поселения – самое северное капитальное здание в мире, принадлежащее России. Его видно даже из космоса. Флаг Российской Федерации. Многое здесь сверхсекретно, потому лишь несколько минут видел, как трелист, российское телевидение, свой тренажёрный зал. Если вдруг кто-то заболеет, здесь же своя санчасть. Все палаты со своими санузнами. Его строили несколько лет подряд и полярным днём, и полярной ночью. Минус 40. Белые медведи – частые гости. Причём в тяжелейших условиях Арктики это далеко не единственная российская военная база. А ведь ещё 15 лет назад казалось, что Россия ушла отсюда навсегда. Развёртывание береговых ракетных комплексов «Бастион» во взаимодействии с поступающими на флот современными кораблями.